Привет, ребят! Меня зовут Рейнби, и сегодня мы с вами поговорим про трансгендерные ауфики. Сегодня я, наверное, решила выбрать не совсем, наверное, популярную тему. Я не знаю, насколько часто она встречается в русскоязычном фандоме, но в англоязычном. Если раньше это встречалось довольно-таки редко, то сейчас довольно-таки часто, и ты уже перестал удивляться этому всему. И я очень надеюсь, что сюда не прибегут неадекватные трансгендерные люди. Но чуть что я сразу скажу о том, что в этом ролике я не хотела оскорбить ничьи чувства, и все в таком духе. Потому что, знаете, никогда не знаешь, мир наш стал таким. И этот ролик будет довольно-таки маленький, потому что я просто хочу вам сказать о том, что такое есть, и мне просто интересно от вас узнать, есть ли такое в русскоязычных фандомах. По-моему, я не так часто натыкалась, ну, господи, я читала в русскоязычном фандоме активно лет 10 назад, да? Такие фики, к ним можно относиться по-разному. Можно относиться, типа, зачем, и мы еще до этого дойдем, когда одного из персонажей делают транса. Немножечко я, наверное, хочу сказать в защиту таких фиков в начале. Честно, в свое время вот не хватало, наверное, когда ты пытался понять, кто ты, вот лет 10 даже назад, да, когда трансгендерность это было чем-то таким, типа, ругательным или около того. Да и вообще ЛГБТ, типа, ах, полно вас! Расценивала сейчас это уже как-то, даже несмотря на все законы в России там и прочее, да, ну, как-то более-менее адекватная часть людей относится к этому адекватно. Ну, как бы, какая мне разница, если меня это не касается? Как бы, кто бы не хотел с кем встречаться в разумных пределах, пускай встречается. Лишь бы был счастлив, да, и нормально относился к своему партнеру там и прочее. И хотелось хотя бы, наверное, в фиках почитать о том, что это нормально, и как персонаж, который отождествляет себя с другим полом, как он пытается в этом мире непростом выжить, принять себя и найти человека, который будет его любить таким, какой он есть. Это интересная тема, но, но проблема, наверное, порой с трансгендерными АУ в том, что трансами делают не, ну, истина таких вот персонажей трансгендерных. То есть, например, мы берем фандом «Красавица и чудовище», и ни для кого не будет сюрпризом, что Стэнли, который был в той вот сцене в платье, и по поведению которого мы можем понять, что ему, в принципе, нравится быть в платье, либо его делают геем, которому просто периодически нравится наряжаться в платье, либо его делают трансгендером, и тогда его называют Констанцей. Есть несколько таких фиков, по-моему, даже где он встречается и с Лифу, и с Гастоном, Гастонфу, и вот это вот смотрится органично, потому что для этого были предпосылки, ну и о, на самом деле, интересно порой такие фики почитать, но вы же понимаете, что это не тема данного, наверное, ролика, и несмотря на то, что порой, да, более-менее таких каноничных людей делают трансгендерными фиках, хоть официально нам этого не сказали, но вы же понимаете, что чаще всего вставляют эту трансгендерность куда только можно. Вдруг Сиверус у нас становится трансгендером, Гарри у нас становится трансгендером, Геральт у нас становится трансгендером, Лютик у нас становится трансгендером, короче, все вокруг трансгендеры. Некоторые фики вообще прям веселые авторы. Я не знаю, чего он там курил, когда он эти фики писал, Потому что мало того, что он делает Геральта Омегой, да, то он еще его делает и трансгендерной Омегой Вообще просто, знаете, чтобы добить персонажа Был забавный фиг, была там замечательная шутка как раз про Геральта Он начал встречаться там с Лютиком, ля-ля-ля, шуры-муры у них, лё-ля-ля-ля-ля-ля-ля И потом он выходит на улицу за своей сумкой, сумкой с членами Просто the best Вот пускай вот Ламберт постоянно шутит, что я везде ее с собой таскаю на всякий случай Но вот здесь вот она мне прям идеально пригодилась Геральт, он был телохранителем Его наняли богатые родители Яскера, чтобы Геральт присматривал за мелким шпензиком И не давал ему неизвестно куда пойти в шортах, похожих на трусы и прочее И Яскер там все Оль, возьми меня там еще что-то Я хочу, чтобы мой первый раз в 17 или в 18 прошел именно с тобой Потому что ты там альфач, альфачом Ты такой замечательный И тут Геральт такой Хей, красавчика, ты знаешь, что у меня вообще-то причиналов нет, чтобы тебя поиметь Но у меня есть замечательная сумка Вообще сумки я, конечно, поржала Это был забавный момент Знаете, с трансфиками очень много порой сложностей Были некоторые Хилсон фики с Хаусом и Уилсоном Я, конечно, понимаю, что Уилсон ведет себя, может быть, женоподобно Я не знаю, чисто стереотипно То есть, о, он фенит волосы женственные и всякие там черты и тому подобное Готовить любит, это женская работа Опустим вот это вот все И вот вдруг с бухты-барахты, когда они оба нанормально встречаются И тут, хей, Хаус, а я вообще-то транс Или с бухты-барахты Хаус пытается спариться там с Уилсоном И тут, ой, ну сюрприз, знаешь, я вообще-то транс И нижнюю операцию себе не делал Ты такой Эээ, все сложно, все сложно, понятно Такие фики очень редко пишут трансгендеры Либо же люди, которые хотя бы советовались с подобными людьми Часто все в итоге смотрится очень специфически То есть, если вы вносите трансгендера в свой фик или какую-то работу То должна быть какая-то причина для внесения данного трансгендера И как-то характер данного персонажа все-таки должен чем-то отличаться Нежели одной там какой-то фразой из разряда О, да, я утягиваю грудь, я транс Так, знаете, с бухты-барахты сказано Некоторые фики просто игнорируют этот факт То есть, они ведут себя как просто слэш-пара Покуда, например, до постельных сцен не доходят И ты такой, тогда зачем? А если вообще не доходит, тогда, типа, реально, зачем? Сейчас мы еще дойдем до нцы И это просто бич, наверное, всех вот этих вот трансгендерных аушек Я уже говорила о том, что часто люди, которые не трансгендеры Пишут данные фики И вы вот просто представьте Ну, типа, это слэш, да? Ну, типа, сама механика И весь процесс постельной сцены у них как в гете И ты такой, нахрена? Нахрена вот это было? То есть, например, вот я парень, я хочу, чтобы ты относился ко мне как к парню Но вот сам процесс именно описывается и со всеми словами и прочим Именно как будто трансгендерный парень это как бы девушка И ты такой, нет, я знаю, что разные есть трансгендерные парни Поэтому научил нас великие сайты для взрослых, да? Где вроде бы как бы человек кайфует от того, что он выглядит как парень И он вроде трансгендерный парень Но он хочет, чтобы его имели именно как девушку Это все странно! Ну ладно, я никого не осуждаю Когда ты видишь какой-то парень, который тебе нравится И не всегда умудряются в тегах прописать трансгендерность Ты приходишь посчитать фиг про двух цис-парней Особенно, когда это с элементами там ци И тут вдруг обломчик Птица обламинго Ну вот этот вот как раз фиг Вроде бы как бы человек советовался с трансгендерными людьми при его написании Но какой-то очень смущающий вышел фиг Особенно его вот эта вот нца сцена Когда протез не был надет Но говорят, что вот твой там член и тому подобное Хотя вроде бы его нету И порой сам вот клитор называют членом Это все очень сложно И ты такой просто порой читаешь там типа Тебе сделают там мене твоему члену, а члена нет И ты такой Как это вообще работает, понимаете? С трансгендерными, короче, нцами очень все сложно Были просто фиги в большинстве своем Которые либо как бы к гету водились вот в постельных сценах Я как бы читала, но так бы не мое Либо заканчивалось до постельной сцены А тут просто вот на вот это вот наткнулось И как бы ты такой прочитала Типа все очень сложно, я понял Чисто теоретически я понимаю, что Некоторые органы человека Надо называть теми органами, которые он хочет, чтобы как они назывались Но это очень все сложно И когда ты это читаешь, это все непонятно То же самое, как с вот этими различными монстрами, да? Когда пытаются там что-то такое вот непонятное написать, да? И ты пытаешься понять Простите, что? Куда? Как? Вообще что? Как что выглядело? Откуда у него там третья нога растет? Когда нормально это не прописано И типа ты такой, что? И вот здесь вот тоже как-то немножечко, что? Это такое небольшое видео И желательно не пишите мне, что О боже мой! Это видео было сделано о трансфобах и гомофобах Знаете, вот я просто порой делюсь вот этими комментариями Которые мне приходят на мой прошлый канал Сделаешь топ какой-нибудь ЛГБТ-фильмов, тебе пишут Хэй, ты гомофоб, сделаешь топ рекламы с трансгендерами Или еще что-то, тебе пишут Ты трансфоб И ты такой Как это работает? Простите, как это вот работает? Поэтому просто вот поделитесь, наверное, своими мнениями Видели ли вы такие фанфики? Читали ли какие-нибудь хорошие, хорошо прописанные фанфики? Знаете ли вы какие-нибудь фандомы, где хорошо прописывают трансгендеров? Просто мне на самом деле интересно Почитать будет ваши комментарии, как всегда А сейчас самое время, чтобы, знаете, вот этих вот замечательных ребят Еще раз упомянуть, которые помогают все-таки мне и куда-то ездить На какие-то фестивали находить на это деньги Покупать какие-то вещички и окупать платную музыкальную подписку И способствовать тому, чтобы на данном ролике выходило больше интересных вещей для вас И вот, да, пока еще увидимся, надеюсь, скоро Пускай вас не покидает вдохновение И до следующей встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok